Мне потребовалось использовать CUDA для вычислений в 3T графике, чтобы задействовать видеокарточку. Ладно, и следующий вариант, задействовать именно саму видеокарту. Всем привет, с вами Сергей, и в этом видео я хочу рассказать, как я устанавливал CUDA и драйвера NVIDIA для операционной системы Fedora Linux. Итак, 31 марта 2020 года. Давайте покажу, что у меня установлено. У меня установлена операционная система Fedora 31, оболочка, в которой я работаю, KDE Plasma. Как-то мне она больше понравилась, пробовал разные версии, разные оболочки, все хороши, но KDE мне больше нравится. Пока стабильно все работает. Дальше. Процессор у меня старенький, шестиядерный, компания AMD FX600. И память у меня установлена 24 гигабайта. Видеокарточка у меня, то есть NVIDIA, GeForce GT730. Кода версия установлена 10.2. И драйвер, видеодрайвер установлен 440.64. Теперь, как я это все устанавливал? По порядку. Первое. После установки операционной системы надо установить видеодрайвер. Для этого мы делаем следующее. Заходим на вот этот ресурс. И здесь все написано про установку. Очень подробно. Значит, как я тут делал? Как установить драйвер? Видеокарт NVIDIA. То есть, берем вот эту команду. Upgrade. Обновили полностью систему. Дальше устанавливаем стандартные драйверы. Установили. Дальше. Если использовать 64-битный OS, но требуется запускать еще и Steam. Надо будет установить вот это. То есть, как это делать? Кто не знает, берем, выделяем. Например, копируем. Либо просто выделили. И открываем терминал. Ну, как теперь терминал. То есть, вот он терминал. Кликаем на терминал, где курсор. И, например, нажимаем на колесико. То есть, выделенное копируется в память. А когда на колесико нажимаем, то из памяти вставляется. Другой тип памяти, это, конечно, когда выделили. Нажали Ctrl-C, либо правой клавишей копировать. И, например, вот здесь правой клавишей вставить. То есть, это по старинке, кто пользовался Windows. А так, конечно, гораздо удобнее. Просто выделить, кликнуть куда надо и нажать на колесико мышки. Все, пошло обновление. Ладно, пусть она обновляется пока мест. Ничего страшного. Дальше выделяем также эту строчку. Открываем терминал, вставляем после обновления. Далее вставляем вот эту команду. И вставляем эту команду. Дальше SodaDracut. Вот это надо в команду вставить. Так, для старых видеокарт здесь инструкция и здесь. Для ноутбуков собираем вот здесь. Ну, вот какие-то обновления прилетели. Ну, хорошо. Нажму Y, то есть, соглашаюсь. Пусть обновляется. Далее. Мне потребовалось использовать CUDA для вычислений в 3T-графике, чтобы задействовать видеопроцессор, видеокарточку. Для того, чтобы установить CUDA, я пошел по этой инструкции, но она не совсем до конца сделанная. Сейчас расскажу, что я делал, что я взял из этой инструкции и что я еще дополнил, чтобы полностью все работало. Здесь CUDA Toolkit устанавливаю. Для этого выделяю вот эту строчку. Также в терминал вставляю. То есть, это идет подключение репозитория. Далее. Беру эту команду, выделяю вставку. Далее. Устанавливаю саму CUDA. После того, как я установил CUDA и начал обновлять систему, у меня вылетели ошибки. Ошибки были в конфликте версии ACMOD. То есть, это вот эти версии. Вот это ACMOD. То есть, что для этого я сделал? Для того, чтобы избежать этих ошибок. Здесь в инструкции написано, что надо добавить в репозиторию CUDA. Вот эту строчку я немножко переделал. То есть, вместо CUDA RAP у меня было вот здесь. Смотрите, что у меня получается. И добавил в эту строчку, вот, под NAME CUDA. Вот она, под NAME CUDA. То есть, самый конец. Добавил вот эту строчку, рекомендованную. Вот она внизу. Вот эта строка. То есть, вот так я могу расширить. И, как вы видите, это одно и то же. То есть, и вот это, и вот здесь. То есть, добавил, вставил, нажал CTRL O сохранить. И CTRL X выйти. Я сейчас носить изменения не буду. Нажимаю CTRL X. Просто выйти. Далее, обновился. То есть, для обновления. Вводим вот такую команду. То есть, сюда. DNF. И, например, либо апдейт, либо апгрейт. Апдейт. Все. Апдейт. И идет обновление. Все обновилось. Конфликта версии Акмод уже не было. Но это еще не все. Блендер у меня не запускался. Но рендера на видеокарте уже еще не было. Почему? Потому что, оказывается, для версии CUDA 10.2, у меня версия 10.2, требовался GSS версия 8. Восьмая. Так вот, как это сделать? Поменять версию. Для этого тоже нашел. Вот здесь же в инструкции. Все перелопатил. Делал по-своему. Настройка GSS 8. Для того, чтобы настроить. Беру вот эту команду. То есть, вставляю. Это означает... Эта команда означает добавить репозиторий. Квизард CUDA GSS 10.1, добавил. Потом вставляю команду для установки самой CUDA GSS и CUDA GC++. Вот это GSS C++. Здесь, получается, мы задействуем уже две версии GSS. В системе будет установлена основная версия GSS 9, на которой все работает. А специально для того, чтобы работала CUDA, задействуется новая версия CUDA GSS. Его так обозвали. На самом деле, это будет восьмая версия GSS. После того, как установилась эта версия, у меня сборка также не пошла. Именно сборка рендеринга, рендер на блендере. Почему? Потому что рендер не знал, где брать версию именно восьмую. Ему надо было восьмую версию скормить. Как это сделать? Для того, чтобы это сделать, то есть, в системе появилось два новых файла. Вот этот CUDA GSS и CUDA G++. И надо сделать симплинки на папку, где установлена CUDA. Откуда она берет саму версию GSS. Для этого берем вот эту команду. Вот так. То есть, что это означает? Это означает, что сам файл CUDA GSS, он содержит версию GSS 8. И он будет ссылаться на, то есть, новый GSS файл, которого не существует, он будет ссылаться именно на CUDA GSS. Так как вот этот GSS файл находится в папке bin, который находится в CUDA. И CUDA считает, что она обращается к GSS внутри этой папки. Но на самом деле, обращение идет к CUDA GSS. То есть, вот такой обходной путь. Дальше. Симплинк на GSS сделал. Но это еще не все. Надо еще добавить второй симплинк, вот этот. Именно на G++. Который также будет ссылаться на CUDA G++. То есть, аналогично, как и GSS. И только после этого, после этих манипуляций, я еще раз обновил систему. А, еще один момент важный. Еще один момент. Надо было добавить патч. Для того, чтобы добавить патч, копирую вот эту команду. То есть, добавляю, то есть, экспорт патч и добавляю вот этот. Так, а куда это добавляется? Это добавляется в файл баш.рц. Баш.рц. Второй патч, который я добавляю, это вот этот. Точно так же вставляю, и он добавился. Можно сделать вот так. Ctrl-U нажимаю, и вся строчка удаляется. Это еще не все. Чтобы не перезагружать операционную систему, я беру вот эту команду, source. И баш.рц перезагружается. Вот. После этих манипуляций можно проверить версию NvSS. Нажимаю, то есть, версия NvSS, кода компилейшн, tools, релиз 10.2, версия 10.2.89. То есть, уже все работает. И NVIDIA SME, вот так, выделяю, копирую, вставляю. Открываю я Blender. Он находится вот здесь. Графика Blender. Открылся Blender. Ну, например, какой-нибудь... Ну, то есть, сейчас вот делаю такой проект, который будет, ну, выполнять следующие действия. То есть, вот такие вот мурашки, то есть, так удаляются. И, то есть, видеорендеринг надо будет сделать. Теперь, здесь я подключаю, каким образом, именно кода. Нажимаю Edit, Preference. И вот в этой кладке System у меня теперь появились вот эти значения. То есть, здесь будет данная видеокарточка какая и процессор. Можно рендеринг и одновременно, и на процессоре, и на процессоре центральном, и на видеокарточке. Вот, я попробовал разные варианты. И вместе попробовал, и по отдельности попробовал, и без них попробовал. В итоге у меня самый лучший вариант, конечно, на самой видеокарточке. Ну, для сравнения, допустим, я использую центральный процессор. Либо не использую кода. Вот так, если бы я не использовал. Ну, давайте сейчас покажу скорость render. И, допустим, render image. То есть, имидж рендерится за 4, 7, 9, 10. То есть, это идет на 13, render node. 18, то есть, за 18 рендер. Теперь, это без кода. Подключаю, допустим, кода на центральном процессоре. Render image. Используя центральный процессор, получается... Так, то есть, используя кода на центральном процессоре, уже отрендерилось за 14 секунд 64 миллисекунды. Без кода, вот для сравнения, за 18, 61, без кода. Дальше, допустим, третий слот задействуем. И используем здесь уже... Ну, давайте вместе сделаем. А потом, четвертая версия будет именно на видеокарточке. Так, включаем. Render image. И давайте посмотрим, за какое время отрендерится Эта картинка задействовала именно процессор плюс видеокарточка. Вот, ну, здесь у меня почему-то затык идет. Вот сколько я сравнивал, сколько пытался запускать. Почему-то вот центральный процессор у меня в паре не работает с видеокартой. Почему? Не знаю. И вот это зависание происходит постоянно. Ладно. И следующий вариант. Задействовать именно саму видеокарту. И вот обратите внимание на GPU utilization. То есть сейчас 44%, потому что задействована еще видеозапись. Так, теперь render, render image. Здесь 99%. Центральный процессор на 50%. Задействовал. Итого получилось за 13 секунд 73 миллисекунды. Отрендер, это картинка с разными спецэффектами. Там фонами, цветом, светом за 13.71. И для сравнения. Для сравнения. Слот первый. Здесь было без CUDA за 18.61. Слот второй. SCUDA на центральном процессоре. 14.64. SCUDA 3 за 13.73. Это на видеокарточке. То есть прирост скорости, используя видеокарточку. У меня не очень мощная видеокарточка. Незначительный прирост скорости, но он есть. Если использовать видеокарточку с большим количеством ядер CUDA. Тогда будет задействована видеокарточка. Очень мощная. И рендер будет, конечно, быстрее. Так. Возможно, даже получится задействовать и видеокарту, и центральный процессор. Когда у вас мощные процессоры и видеокарточка. Тогда они будут в паре работать. Не то, что у меня. У меня не работает в паре. Все вылетает. Вот, зависает. То есть у меня в паре не работает именно видеокарта. Плюс центральный процессор. Для кодирования. Итак. Понравилось данное видео? Ставь лайк вверх. Подписывайся на канал. С вами был Сергей. До скорых встреч. Всем пока.